Девушки отдыхают Поздравляю с успешным окончанием кругосветной экспедиции. Благодарю вас. Фрегат «Паллада» прибыл в родной порт после кругосветной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктики и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также регаты больших парусников в Атлантическом океане. Вместе с «Палладой» в город пришел и редкий гость. Самое большое учебное парусное судно в мире – Калининградский барк «Седов». Данное учебное судно – уникальное судно, поскольку ему на данный момент уже 99 лет, и в следующем году оно будет отмечать свое столетие. Подобных судов, вы знаете, фактически более не существует. Это «Седов» и «Крузенштерн». И судно находится в хорошем техническом состоянии. Оно постоянно требует к себе внимания со стороны экипажа и судовых специалистов, равно как и ремонта на берегу. Но судно действительно уникальное и должно жить и ходить под парусами в дальнейшем. «Паллада» вышла из родного порта 1 ноября 2019 года. За это время учебное парусное судно «Дальрыбфтуза» дважды пересекло экватор, впервые в своей истории обогнуло мыс Горн в штиль и боролось с сильными штормами в Атлантическом океане. Владивостокское судно провело в море 217 дней, прошло 26 тысяч миль и посетило 6 портов. Главная суть, что в год 200-летия открытия Антарктиды русской экспедиции под командованием Фадея Фадеевича Белинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева, напомнить мировому сообществу, морскому в первую очередь, да и политическому тоже, что шестой континент, последний континент на Земле, открыли русские моряки. И открыли самое главное в то время, когда господствовало твердое убеждение, что даже если есть континент еще один, то открыть его просто невозможно. Про русских говорили всегда, что русским лучше всего удается, невозможно. Красавицу Палладу встречали в порту Владивосток торжественно. Еще на входе в бухту ее от причала радостными гудками приветствовала Надежда. Паллада отвечала тем же. Им вторили суда, стоящие у пирса в золотом роге. Уже на суше курсанты делились своими впечатлениями. Самый незабываемый момент, я считаю, это была регата после Ушуаи, потому что мы встретились с Седовым, с Крузенштерном, и у нас была 200-мильная гонка. Был ожесточайший шторм, мы боролись со стихией. Это было очень интересно, нас штормило, так получилось, совпало, что по погоде получилась такая настоящая морская погода. Все качало, был максимальный крен на 47 градусов по борту. В отрывейсе заливалась вода, но мы держались, все застраховочные леера, страховками. В общем, было интересно. Поднимали косые паруса прямые, шли практически всем парусным вооружением. Я сомневался, ну, хочу ли я ходить в море. Ну, как бы я хотел ходить в море, но я как бы колеблился, хочу ли бы не хочу. Вот после этого рейса я уже убедился, что я буду ходить в море. Не до конца жизни, но ближайшие лет 20-30 точно. Для паллады кругосветное путешествие завершено, а вот для гостя Владивостока барка Седов еще нет. Для калининградского барка это первый этап экспедиции, который проходит накануне 100-летнего юбилея судна. Далее Седову предстоит вернуться в родной порт. 27-го мы стартуем из Владивостока. 15 июля мы должны быть в Петропавловске-Камчатском. И дальше через Тихий океан в сторону Панамского канала. Затем через Карибское море, в сторону Азорских островов. И далее в пролив Ла-Манш, Северное море, Балтийское море, Калининград. Седов и паллада после регаты в Атлантике встретились в Малакском проливе у Сингапура. И путь до Владивостока прошли практически рядом. Впервые в кругосветке участвовали три парусника – фрегат Паллада, барки Седов и Крузенштерн. Они встретились в южной части Атлантики, в точке максимально приближенной к Антарктиде. Всего за время плавания они посетили более 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Европы и Океании. Суммарно парусники преодолели около 100 тысяч морских миль. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске. Такое предложение на совещании с главой государства озвучил руководитель МЧС Евгений Зиничев. По словам министра, информация о чрезвычайном происшествии поступила 31 мая, хотя разлив произошел 29 мая. Несколько дней предприятие пыталось локализовать последствия разлива топлива собственными силами. Также Зиничев сообщил, что разгерметизация резервуара для хранения дизельного топлива произошла из-за проседания свайфундамента. Отметим, начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. Голосование по поправкам в Конституцию России продлится в течение семи дней в Приморье. Жители края смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день 1 июля, а также досрочно с 25 по 30 июня. Для этого в городах и районах оборудуют специальные открытые площадки. Роспотребнадзор уже направил в муниципалитеты, согласованные с Центральной избирательной комиссией России, рекомендации по проведению голосования для избирательных комиссий, участников голосования, наблюдателей и представителей СМИ. Площадки должны быть расположены перед входом в здание территориальных избирательных участков или рядом с ними. В Приморье продолжаются мероприятия по предотвращению завоза и распространению на территории края новой коронавирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор. С начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории края, специалистами управления было досмотрено более 230 тысяч человек, прибывших из-за рубежа. Всего в крае было обследовано на новую коронавирусную инфекцию порядка 97 тысяч человек. Все, кто прибывает из других стран и регионов, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению. На карантине необходимо провести 14 дней. Многофункциональные центры во Владивостоке, за исключением Центра Наборисенко, откроются в понедельник, 8 июня. Уточнить информацию и записаться на прием можно с 4 июня. Прием будет осуществляться по предварительной записи и ограниченному перечню услуг, получение которых невозможно в электронном виде. Для безопасности посетителей выдача документов будет проходить в отдельное время в каждом МФЦ. В субботу, 13 июня с 8 до 13 часов в МФЦ будут принимать только заявители старше 65 лет, чтобы обеспечить им безопасные условия посещения центров. На входе посетителям будут измерять температуру, нужно будет надеть маску и обработать руки антисептиком. Док-станции, индивидуальные катки и скамья библиотека. Во Владивостоке обновят скверы. Например, в сквере Игнатьева на Океанском проспекте 68-74А, помимо спортивной и детской площадок, разместятся катки, в которых местные жители смогут посадить на свой вкус любую растительность. Так как сквер придомовый, там также будет площадка для выгула собак с акопакетами для уборки за домашними животными. Работы по реконструкции пяти скверов во Владивостоке начнутся в ближайшее время в списке скверы Игнатьева на Дебоидзе и Жариковский, зоны отдыха на Светландской 147 и Лермонтово 91. Работы проводятся в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. 12 июня во Владивостоке отметят День России. Отмечается, что в 2020 году страна столкнулась с пандемией коронавируса, поэтому День России будет посвящен врачам, волонтерам, социальным работникам, пожарным, спасателям, курьерам, водителям общественного транспорта, сотрудникам предприятий и организаций. Центральную площадь Владивостока украсят флагами. Здесь будут транслироваться патриотические песни. Будет работать музыкальный фонтан на спортивной набережной. Основной праздник развернется на локальных площадках в районах. Артисты выступят в сквере Работской славы и на ней будто 53. Праздник придет и в Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также в программе запланирован автопробег. В этом году исполняется 160 лет со дня основания Владивостока. Жителям предлагают присоединиться к празднованию Дня города в онлайн-формате. Так запланирована акция «Любимый город Сопок и Туманов». Для участия необходимо подготовить видеоролик. «Поздравление» и разместить его в социальных сетях. Также школьники могут поучаствовать в марафоне «Мой город. История и современность». Пройдет и акция памяти. Их именами названы улицы. Сам город также готовится к юбилею. Около 5000 цветов украсят клумбу «Владивосток» в районе остановки «Молодежная». Там реставрируют и барельефы на подпорной стене. На центральной площади создают тематическую инсталляцию. В акваторию Владивостока зашли российские парусники «Паллада» и «Седов», которые участвуют в кругосветной экспедиции. Торжественная встреча прошла 3 июня. «Паллада» завершила кругосветку, а для «Седова» закончен только первый этап. Самый большой в мире барк пробудет в дальневосточной столице до 27 июня. В Калининград он вернется в октябре. Экспедиция посвящена сразу двум событиям – 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Отметим, «Паллада» вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. За эти месяцы фрегат прошел больше 26 тысяч морских миль, побывал в десятках иностранных портов. Субтитры создавал DimaTorzok